Всем большой привет! Я сегодня хочу снова показать свои покупки. Так получилось, что в последнее время частенько появляются какие-то обновки и декоративные, уходовые. Ну и не только. Максимка на своем канале выложит ролик, где папа ему подарит клавиатуру. Я коротко, конечно, покажу, потому что на Максимке нам мало канале людей. Хотя ему и хочется похвастаться, но я все-таки покажу еще и на своем. Вот такую клавиатуру папа ему подарил. Вообще подарок был спонтанный немножко, потому что у папы сломалась своя клавиатура, когда был поздний вечер. И временно он забрал у Максимки. Ну и с утра так получилось, что папа пошел и купил уже не себе, а решил ребенку сделать такой подарок. И у Максимки появилась новая клавиатура. Ну, он выложит на своем канале, он ее покажет, распакует. Здесь самый большой плюс это подсветка клавиатуры. Но она же является небольшим и минусом, потому что подсветка на ней идет больше для красоты. Потому что сами буквы не подсвечиваются. Только вот как бы сама окантовка. Для ребенка это не страшно, потому что в темноте он и не пользуется. Это для взрослого человека, конечно, хотелось бы, чтобы подсвечивались самые буквы. Подсвечивается также и мышка. Ну, Максимка все у себя покажет. И в наборе еще и коврик. Цена была 2000 почти рублей. И что здесь, если вдруг кому интересно, вот в отношении мышки. Давайте вот так поближе покажу. Какие функции. Так, игровой коврик. Размеры. И, по-моему, вот здесь еще у клавиатуры то, что это удобная подставка для рук идет. Тоже важная информация. Красивый дизайн. Красивая, вот как здесь написано, все вот эти вот позолоченные коннекторы. Позолоченный голд. Ну, в общем, вот такой вот у него получился подарок. Далее. Недавно я показывала запасы сына и мужа. И пока мы смотрели с вами запасы, обнаружилось, что у мужа немного шампуня. В основном шампунь остался, которым он сейчас пользуется. И один гель для душа, который как бы два в одном. Гель-шампунь. Поэтому сегодня, увидев в Магнит Косметик вот такую акцию, два по цене одного, я решила, что это отличная акция. И взяла мужу сразу два шампуня. Он очень обрадовался. Говорит, ну я теперь на полгода точно обеспечен. 380 мл в каждом. Первый. Против перхоти идет. Борется с особенно сильной перхотью с первого применения. Успокаивает зуд, раздражение кожи головы. Придает свежесть корням. Мягко ухаживает за волосами. Для волос сильной перхотью для ежедневного применения. Это на конкретные моменты, если вдруг такое возникнет. Ну а вот это шаума. Свежесть мяты. Шампунь до 48 часов свежести обещает. Для нормальных склонных к жирности волос. Свежие ухоженные волосы с экстрактом лимонной мяты. Ароматы в обоих приятные. Ну такие мужские. Все равно мужчине приятно пользоваться шампунем или гелем для душа, например. Который все-таки мужской. Ну по крайней мере вот у меня муж так. Он не очень, вообще не пользуется теми гелями, которые мои, например. Так, от чистой линии. Я сегодня увидела хорошую акцию в магазине Дикси. Гель для умывания, нежное очищение, идеальная кожа. Единственное, что стояла всего одна бутылочка. Очень жалко, уже все разобрали. Для нормальной комбинированной кожи. Обещает не сушить, улучшать цвет лица, заряд энергии, свежести. Мыло не содержит. Аромат граната и ромашки. Вот такое нежное очищение. У меня не было из этой линейки ничего. Но вот именно линейку идеальная кожа очень многие девочки хвалят. Очень густой гель. Прям густой-густой. И удобная, я так думаю, будет помпа. Дальше. Тоже в Дикси взяла несколько штук. Прям вам покажу только две влажные салфетки. Они вообще рублей по 10-12, 15 штук здесь. И неплохое качество. У меня такие салфетки и в сумочке, и у стола. Если там на столе что-то быстро протереть. И ручки быстро протереть, если надо будет тоже. У меня и у сына, и у мужа. У рабочего стола вот такие вот. Салфетки всегда находятся. И поэтому мы их покупаем обычно много. И также еще в магазине Дикси увидела. Сейчас покажу. Это такая уже, знаете, набирающая силу. В рекламе паста Colgate. Сейчас я их так покрасивее разложу. И покажу. Вот такие вот три варианта. Древние рецепты. Нет, древние секреты. Одна идет безопасное отбеливание. Безупречная свежесть с лимоном. И третья забота о деснах. Вот так вот внизу покажу. Она, каждая паста своего цвета. Морские водоросли и соль. Китайские рецепты с маслом, лимон и алоэ. И китайский рецепт акций Кум лотоса. Ну, тут китайские рецепты везде. Вот такие вот три пасты. Очень красивые упаковки. Стояла, топталась, выбирала, выбирала. И себе, и на подарок. И в итоге взяла все три. Думаю, разберемся. Поделим. По-братски. И на подарки будут. И себе оставим. Дальше. В прошлых покупках я вам показывала тени, которые купила на подарок. От Фарес Косметик. Вот такие они были. Я пошла и решила взять и себе тоже. Ну, и еще одной подружке. Взяла две палетки. Не знала, какую оставить себе, какую второй подруге взять. Она тоже любит зеленые тени, зеленоглазка. Я-то больше кореглазка, у меня чуть-чуть зелени в глазах. А она-то зеленоглазка. Но, когда я стала открывать дома, чтобы посмотреть тени, сразу поняла, что вот эти сиреневые остаются мне, а на мои зеленоглазки поедут вот эти. Почему? У этих очень хорошо открывается крышка полностью. Вот такие. Для меня это очень красивые оттенки. Прям вот очень-очень. Тут и зелень, и есть серые. Зелень вот в двух видах. И вот голубой, нежно-голубой такой цвет. Также во втором отделении идет... Так, вот видно, да, там зеркало. Ну, куда вы попрыгали-то? И два вот такие спонжики. И вторые тени, когда я стала открывать, я прилагала очень много усилий. То есть, вот прямо еле-еле. Вот эта крышка прямо открывается очень-очень туго. Если посмотреть, то она... Вот здесь, видите, прямо очень плотно вбито вот в этот край. То есть, здесь свободно, а здесь вбито. И она должна вот-вот сломаться, я так думаю. Поэтому я тут уже посвотчила. И решила, что ну пусть эти тогда будут моими тенями, раз уж так получилось. Также идет второе отделение. Возвращать я их не стала, потому что в магазине таких больше не было. А для меня, даже если отвалится крышка, я ее буду аккуратненько закрывать. Для меня основное это все-таки то, что внутри, а не снаружи. Давайте я вам покажу. Потому что в прошлый раз я не делала свотчи, так как на подарок. А сейчас со спокойной совестью мы с вами уже сделаем свотч. Вы знаете, настолько красивые. Вот, что я много набрала. Настолько красивые оттенки. Вот этот первый, он идет доухромный даже. Он прямо из сиреневого в розовый куда-то гуляет. Вот такие. Ну, бесподобные. Я представляю, какая будет цвета отдача вот у этих. Я думаю, мои зеленоглазки понравятся. Вот такая красота. Вообще, вот чуть-чуть они... Вот сейчас я перестаралась много, конечно, набирала. Столько не надо. Их прямо чуть-чуть набирать надо. Завтра буду делать с ними макияж. И в косметичку, наверное, на январь я их возьму. Потому что уж больно. Они интересные, красивые. И хочу я с ними походить, поносить. Вот такая красота. Прям наглядеться не могу, честно, девчонки. У нас такие тени стоят в магазине 170 рублей. Я знаю, что есть более бюджетные магазины. У нас очень дорогие. У нас все намного дороже. Вот в обычных магазинах городских, которые не сетевые. Не косметические сетевые. Поэтому, конечно, вот такие вот 170. Я не сказала бы, что это сильно дешево. Но в любом случае это бюджетно и выгодно. Так, сейчас я с пальчиков сводчи сниму. Ну и забрела я в улыбку радуги. В покое пока не дает ни мне, ни моим близким. Хорошая цена на помады от Стеллари. Две по цене одного. Вот именно там я купила вот эти два шампуня выгодно. И взяла четыре помады. Так, одну я отложу в оттенке 01 блеск улыбок. Она на подарок. Но точно такая же блеск улыбок называется. Вот так. У меня кот прямо весь ролик кушать решил. Он боится, что я его тут обчищу. Пока сижу. И решил доесть все, что у него есть. Вот такая красота. Написано Стеллари. Ой, я тут вся в тенях. Вся в сводчах. Вот такая она красивая. Тут, правда, единственное, немножко деформирован сам стик. Ну, не страшно. Показываю я эти помады часто от Стеллари. Многие, может, подумают, что они очень высокого качества. Девочки, они текут. Они немножко тают. Они очень блестящие. Красиво-красиво на губах, если вы любите блески. Но у них талая текстура. Я на это закрываю глаза. Я им прощаю все за их цвет и за их красоту. Давайте покажу. Смотрится, как блеск на губах. Наносить надо немного. Лишнее, чтобы не нанести. Иначе они будут, ну, как-то собираться в кучу. Поэтому их прямо один-два слоя и все. Перебор не нужен. Вот такой красивый очень оттенок. Он и нежный, и яркий, в то же время. И какой-то, не знаю, праздничный, что ли. В общем, вот такой оттенок номер один. Следующая помада. Сейчас покажу. Там, кстати, вот эта вся линейка. Она идет для блондинок, брюнеток, шатенок и... Кто еще? И русых. Забыла три. Четвертый вариант. Так, вот это фуксия. Фуксия была для брюнеток. Это я ее себе взяла. Давайте смотреть фуксию. Вот такая она красивая тоже. Тоже сочная, яркая. Она чем-то похожа вот на этот блеск, на первый. Но посветлее. Вот видите, она уже такая больше похожа на блеск. Вот так смотрится. Красиво, конечно. Вот так. Первая больше, кажется, фуксии, чем вторая. Вот такая красивая помада. Дальше. Последняя, четвертая помада. Я ее взяла не себе маме. Но она сказала, что все можно смотреть, как всегда. Видно, да, персиковое желе. Она немножко коричневая. Даже такая чуть-чуть в рыжинку. Мама ей уже воспользовалась. Очень понравилась. И вот такой вот интересный цвет. Блестят, конечно, красиво. И вот сама помада. Вот так они все смотрятся. По-моему, красиво. Две были с коробочками, две без коробочек. Потому что сейчас я говорила, эти помады Стеллари идут без коробочек. То, что было завезено раньше, прежние привозы, они шли еще в коробочках. Вот такой, в общем, оттенок помад, который я выбрала. И вот эти тени. Очень красивые от Фарес Косметик. Бесподобные. Прям вот этот, я влюбилась в него. Рада, что купила. Может быть, стоило и вот такие купить. Но такие были одни. Поэтому, так как мне хотелось подружке тоже порадовать подружку. У них в городе таких нету теней. Поэтому пусть едут и радуют. Все. Вот такие были сегодня у меня. Не сегодня, вот за последние 2-3 дня покупки. Большинство, конечно, сегодня куплено было. И, надеюсь, я была чем-то тоже полезна. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока.